Люди, всем привет в Сочи! Сегодня 15 декабря 2019 год. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, который буквально через 15 дней придет к нам на порог. Встречаем 2020, так как мы занимаемся спортивным прогнозированием и любим цифры, любим статистику, любим прогнозы, то нам 2020 это знаете как 2-0, 2-0 и так далее. Всех любителей спорта я приветствую на своем канале, я всем очень рад. Я очень рад, что все больше и больше людей подписываются, вступают в мою группу. Мы вместе играем, не всегда удачно, не все получается, но мы стараемся, мы делаем работу над ошибками, мы пытаемся найти какие-то алгоритмы, какие-то тенденции, какие-то закономерности. Иногда у нас это получается, но иногда обстоятельства складываются против нас. Извините за такое длинное предисловие, но те люди, которые впервые попали на мой канал и в порядке знакомства, просто хочу представиться, мне 55 лет, меня зовут Сергей, я живу в Сочи уже 10 лет, я 2 года жил в Англии, я занимался профессионально разными видами спорта. Последняя моя специализация это бодибилдинг, я тренер по фитнесу и бодибилдингу. В 2015 году, 8 ноября, я выиграл в Москве Кубок Восточной Европы по силовым видам, то есть в двух категориях я занял первое место после 40 лет до 90 килограмм. Вот такая категория. Кому интересно, могу показать дипломы, медаль тоже у меня есть. Ну это чисто в порядке знакомства. То есть с детства занимался плаванием, футболом, баскетболом, хоккеем, вот такие виды спорта. И значит на своем канале основные прогнозы я даю, это конечно футбол, это конечно баскетбол, вообще мой любимый вид спорта это баскетбол. Если бы у меня были дети, их пока нет, я бы отдал только-только в баскетбол. И разбираем также хоккей. Но так как очень долго заливается видео, просто очень долго, на хоккей времени, честно, не остается. Вот я зимой был в Беларуси, да, там вот видео, например, 10-минутное видео заливается где-то одну минуту. Если в Сочи, например, на улицу выходишь 3,5 мегабит в секунду, то в Беларуси от 8 до 11 мегабит в секунду. То есть там с такой скоростью видосы заливаются. Ладно, это чисто такое хорошее настроение, потому что воскресенье светит солнце, в Сочи плюс 13, прекрасная погода, очень тепло, можно ходить в шортах, в майке, наверное, там, в рубашке. Вот. Сейчас уже солнце так не, как бы, как вам сказать. Солнце уходит, все равно вечером тепло. Также 12 градусов остается. Итак, разберем сейчас несколько матчей вечерних. Начнем, наверное, мы с матча. Разберем, короче, два матча. Вален Сериал и Сент-Атин Пассажир. Два центральных, они ставят жирную точку в этих турах. Вот сразу обращаю ваше внимание, кто любит именно играть по статистике, по турам, да, обращайте внимание на то, как в туре чего не хватает. Например, в туре не было ничьих, или в туре не было побед гостей, или не было побед хозяев. Вот те события, которые должны присутствовать, как правило. Или, например, вчера в Англии было обе забьют только в одной встрече. Лестер, Норвич 1-1. Все остальные сыграли сухие победы. Значит, сегодня, как бы, должно быть наоборот. Или вчера во Франции было много сушняков 1-0-0-1. Значит, сегодня во Франции должны быть тоталы больше. Только что закончился матч ЦСКА Астана баскетбольный. Я говорил, что ЦСКА выиграл где-то с разницей в 15 очков. ЦСКА выиграл с разницей в 13 очков. Говорил, что ЦСКА пробьет тотал 95-100. Ну, обычно, да, 104 очка набрали. Астана прыгнула выше головы, набрала 91 очко. Мы не ожидали от него такого. Но, видимо, в воскресенье, понимаете, шоу. Зрители пришли на трибуны. Зрители любят голы. Это тоже надо учитывать. Если вы в прогнозах, вы должны понимать, что в пятницу это мало голов. В субботу вечером это много голов. Даже в России, даже в хоккее люди пришли посмотреть на футбол, на зрелище. Не забывайте, что спорт, вот такое вот массовое, это шоу, понимаете. Это шоу, где люди пришли, они заплатили свои деньги для того, чтобы увидеть голы, забитые шайбы, заброшенные очки в баскетболе. Они за это платят, они свои кровные отдают, понимаете. В следующий раз они не придут. Это надо учитывать, понимаете. В понедельник, в пятницу немножко все не так. Еще раз прошу прощения за предисловие. То есть я глубоко копаю, мне нравится анализировать, мне нравится вот эта вся подноготная. Какой сегодня день недели там. Вы знаете, ученые, они как-то вывели такой закономер, что красные автомобили чаще попадают в аварию. Или футболисты в красных майках чаще побеждают, чем в зеленых. Вот даже такие исследования есть. Поэтому и компьютер, который против нас играет, он же все это учитывает. На самом деле, кто играет на прогнозах, я хочу вам сказать, что мы играем не против букмекера, а против самих себя. Потому что мы же ставим деньги, мы же их проиграем, мы же их выиграем. Букмекеры же свои деньги не ставят. Поэтому мы не против него, мы против сами себя играем. Это нужно учитывать и понимать. Поэтому не ставьте так, как ставят все остальные. Вот и все. Ставьте какие-то другие ставки. Я думаю, что вам всем нужно хорошо, глубоко задуматься над этой моей фразой. Итак, ЦСКА не смог взять все четыре четверти. Всего одного очка не хватило. Ему 22-23 он прыгал в последней четверти. Но Астана упорную борьбу. То есть то, что я говорил, берите форум во второй, в третьей четверти. Она будет пытаться взять вторую, третью. Смотрите, как она прыгает. 26-22 во второй четверти. То есть фора плюс 4,5, наверное, была. Давалась. 27-25 в третьей. Опять фора плюсовая бы зашла. Но там коэффициент где-то был бы 1,50. И в третьей четверти вообще они победили. То есть видите, что старается. Астана старается, старается. Можно было заиграть. То есть, ну вот молодцы, победили. Астана, я заметил, они бьются до конца. Особенно на своем поле. Ну вот и здесь тоже. Вели они, по-моему, 7 или 8 очков в последней четверти. Это ЦСКА почти догнал. Итак, переходим все-таки к матчу. Валенсия-Реал. Он более важный, чем Сент-Этьен-Пассажир. Потому что и Валенсия-Реал играли в Лиге Чемпионов. А Сент-Этьен не играл. Пассажир играл. Итак, Валенсия-Реал. Подробно сейчас, тщательным образом. Пройдемся. Они играют в 23 часа. Пока видео зальется, вы успеете его посмотреть. Я не буду перечислять игроков, которые... Нет, перечислю. У Реала не будет играть Азар. Это Назар, который купили в Челси летом за 90 миллионов. Ну, не рублей, конечно, да. Асенсио, Марселу, Минди, Родригес не играют. У Валенсии Гомера не играет. Печенье. Под вопросом у Валенсии также еще 5 игроков. В том числе Черышев. Черышев, мы знаем, это очень серьезный товарищ, который вырос в Испании. В семье тренера Дмитрия Черышева, бывшего футболиста. И, значит, на победу Реала дают 1.84, на победу Валенсии 4.12. Но мы не будем спешить с выводами. Давайте посмотрим, откроем таблицу. Я вам сейчас все расскажу. Я вам все сейчас разложу по полочкам. Предложу вам несколько ставок на выбор. И вы сами определитесь, какую ставку вам брать. Дело в том, что меня некоторые критикуют в комментариях. Говорят, скажи конкретно, скажи четко, да. Там, ответь за базар. Там, какую ставку ставить. Ребят, я не знаю, какая у вас стратегия. Понимаете? Можно выбрать, например, стратегию в НХЛ. Гол в пустые ворота. За него дают 2.20. И ставьте каждый матч 2.20. Если не заходят, увеличивайте, удваивайте. Или выберите стратегию, например, в российской премьер-лиге. Будет удаление за 4.80 в Бет-Сити. И грузите этот коэффициент из ММА. Подождите 8 матчей, пока не будет удаления. И ставьте удаление в каждом матче. И вы будете в плюсе. Я же не знаю вашей стратегии. Понимаете? Вас очень много. Вас уже 6,5 тысяч, дорогие мои подписчики. И у каждого своя стратегия. Понимаю, что половина из них женщины. И половина из Казахстана. Но Казахстан очень азартные люди. Какую стратегию вы выберете? Я вам предлагаю на выбор. Я, может быть, единственный капер, который так подробно разбирает. И предлагает такие разные ставки на любой цвет, на любой вкус. Исходя из вашей стратегии. У меня от осторожной стратегии до агрессивной стратегии. Я знаю, многие люди играют просто на том, что они ловят высокие кайфы. Как вчера Кёльн выиграл у Байера. Я говорю, Кёльн может выиграть у Байера. Если он захочет, он выиграет. Вы промотайте и послушайте. Но вопрос, захочет ли он и сможет ли он. А Байер уставший. Я вам несколько слов. Байер уставший. Да, намечалась победа Байера 2-1. Но не сложилось. Кёльн выиграл. Почему? Потому что он был внизу на последнем месте. И то же самое Герта. То есть в Германии тенденция такая. Команды идут на последнем месте, на последних местах. Они могут Баварию обыграть, Барусю Дортмута обыграть. Кого угодно могут обыграть. Лейпциг могут обыграть. Все, что угодно может произойти. Потому что это Германия. И потому что им надо. Итак. Открываем таблицу. Реал Мадрид. Идет на втором месте. 34 очка. 35 у Барселоны. Барселона вчера 2-2 сыграла с Реал Соседадом. Валенсии на восьмом месте 26 очков. У Реала в пяти последних 4 победы. Прямо конкретно 4 матча 4 победы. У Валенсии в пяти последних тоже 4 победы. Только одно поражение. Которое потерпело от Бетиса на чужом поле. Теперь откроем по... Как команды играют именно... Как Валенсия дома играет вообще. Сейчас, наверное, все-таки мы посмотрим, как Валенсия с Реалом именно дома. Вот Валенсия с Реалом именно. Вот так вот. 2-1 она победила 3 апреля в этом году. 4-1 проиграла в восемнадцатом году. 2-1 выиграла. 2-2 ничья. И 2-1. То есть, в пяти последних матчах Реал выиграл только один раз. Только один раз Реал выиграл. И три раза Валенсия выиграла с одинаковым счетом 2-1. Понимаете? Вот казалось бы выиск Валенсии и Реал Мадрид. И все-таки думают, ну конечно же Реал Мадрид выиграет. Ну конечно же он выиграет. Но когда мы начинаем смотреть статистику именно личных встреч, то мы видим, что обе забьют и преимущественно на стороне Валенсии. Давайте просто посчитаем, сколько в пяти матчах в последних забили эти команды. В играх против друг друга. Как любит Ургант вот так вот. И еще карандаш вот так сосет всю дорогу, когда интервью берет. Значит, Валенсия забила в этих матчах 9 голов. А Реал Мадрид тоже забил 9 голов. Поэтому равенство. Здесь равенство. Отдавать предпочтение какой-либо команде. Здесь может быть даже тоже ничья, как вчера Реал Соседат-Барселона. Но, ребята, я вас хочу обрадовать. Этот матч идет последним в туре. И если в Испании, например, ничья Реал Соседат-Барселона останется единственной на тот момент в 9 матчах, этот матч 10, здесь вероятность ничьей резко возрастает. Поэтому можно заиграть либо ничья, либо победа одной из команд в один мяч. Как вариант. Я не знаю, будут ли давать такую ставку и сколько она будет стоить. Но я не вижу здесь победы Реал Мадрид, например, с счетом 3-1 или 2-0. И так же, как и Валенсия. Но это предварительный только диагноз. Мы же сейчас будем полное исследование проводить. МРТ, рентгеноскопию, дактилоскопию. Только колоноскопию мы делать не будем. Мы сейчас все с вами внимательно разберем и посмотрим. Так, Валенсия в пяти последних дома. Три победы две ничьих. В десяти последних только одно поражение от Аякса дома 0-3. Но они отомстили, они же Аякса вышибли, вышибли. То есть Валенсия дома всех обыгрывает. Последнее поражение было бы товарищески 8 августа от Интера. В дополнительное время от Монако тоже 20 июля там ни о чем. И от Арсенала 4-2. Но это была Лига Европы, это 9 мая была. Реал Мадрид в гостях. Поражение от Мальюрки 1-0 19 октября. Поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов 3-0 18 сентября. Поражение от Ромы в Товарищеском. В июле проиграли Баварии 3-1. Проиграли Реал Соседаду. Но это конец мая уже 3-1. Проиграли Раи Валиканы. То есть Реал Мадриду в принципе-то проиграть на чужом поле как бы не зазорно. Но опять надо смотреть. Почему-то не открывается именно таблица, как они играют дома. А, сейчас откроем. Итак, Валенсия дома. Валенсия дома. 5 игр ни одного поражения. То есть здесь пока что предварительно. Валенсия двойной шанс. Валенсия двойной шанс. Мы с вами помним, что и обе забьют. Это как бы две разные ставки. Это две разные ставки. Обе забьют, это где-то будет 1.50 на вскидочку. Двойной шанс на Валенсию тоже где-то будет 1.50. И по голам. Валенсия забивает примерно 2 гола на своем поле. И один пропускает. Где-то 2-1 в пользу Валенсии пока что. Но это если смотреть со стороны Валенсии статистику. Если смотреть статистику со стороны Реал Мадрида, хотя Реал Мадрид неправильное название. Роял правильное название. Роял, то есть королевский. С английского языка перец королевский. Вот в Англии эту команду называют Роял. А Баварию называют Байер Мюних. Это правильно. В России все неправильно. И вообще почти все. Значит, Реал в гостях. Где-то Реал в гостях играет лучше всех. Он делит первое место по выступлениям в гостях с такими командами, как Барселона и Хетафи. Все команды набрали по 10 очков, по 3 имеют победы, по 1 ничьи и по 1 поражению. При том, что Реал в гостях забил всего 7 голов и 2 пропустил. Мало пропускает Реал в гостях. Но Барселона 9-6 имеет разницу. То есть пропускает больше, забивает больше. Хетафи вообще 5-4 разница. То есть выиграет минимально, но это в гостях все. Это все в гостях. Поэтому, поэтому... Еще раз посмотрим, какого числа они играли, последние игры свои. Это очень важно. Кто сколько отдыхал. Смотрите, Реал отдыхал на один день меньше. Реал играл 11-го числа и выиграл у Брюги 3-1. Аякс проиграл Валенсии 0-1. То есть Валенсия забила всего лишь 1 гол, а Реал не стал экономить силы. И поэтому здесь преимущество на стороне Валенсии. На стороне Валенсии все. И день отдыха, и то, что она играет дома, и у нее статистика личных встреч на ее стороне. Но коэффициенты говорят за Реал Мадрид. Ну, раз такие коэффициенты, возьмите и заиграйте фору плюс 1 на Валенсию. Там, я не знаю, сколько там будет, ну, наверное, будет бешеный коэффициент. Обе забьют, смотрим. 1,55. Ну, я говорил, что где-то 1,50 будет. Больше и меньше. Но здесь, конечно, 2,5 больше напрашиваются. Смотрим. 2,5 больше, 1,50. Ну, вот где-то да, где-то 2,1. Ну, и, пожалуй, по этому матчу все. И одновременно с этим матчем начинается центральный матч французской серии, как называется, Лига 1, там, да, у них. Сент-Этьен ПСЖ. Ну, конечно, Сент-Этьен уже не тот, который был в 80-х годах, когда его, не помню, возглавлял, забыл фамилию. Там Рашто у них играл, по-моему. Ну, ладно, суть не в этом. Короче, у Сент-Этьена 4 человека не будет, у ПСЖ тоже не будет играть. Гуе, Дракслер, Кимпембе, Эрера и еще Сент-Этьена 4 человека под вопросом. На победу ПСЖ дают 1,33. Значит, ключевые здесь какие моменты? На что обратить внимание? Кто сколько отдыхал? ПСЖ отдыхал на один день больше. ПСЖ играл дома во Франции. Франция не очень большая страна, и, то есть, там не нужно акклиматизироваться, да, чтобы куда-то там за 3-4 дня прилетать, да. Они выиграли угол 2,5-0. Вот практика показала, напомню, что если 5 голов забили ПСЖ, сегодня не будет 5 голов, сегодня будет максимум, я думаю, 2 гола. И надо смотреть состав. Ковани, будет ли, не будет, скорее всего, не будет. Неймар должен быть у них, да. Вот такие. И Мбаппе, Мбаппе, основные бомбардиры у них. Вот, значит, Сент-Этьен проиграл Вольсбургу в Лиге Европы 1-0. Скромненько тогда. Ну, мы знаем, что такое Франция. Мы помним, как Лиль обыграл ПСЖ в апреле 5-1, да. Как ПСЖ проиграл Кубок Франции, финал этой команде, которая 40 лет там ничего не выигрывала, там, Рен, по-моему, да, или кому-то. Они выиграли 2-0, и потом Рен их хлопнул 3-2 в дополнительное время. Вот, поэтому во Франции, как правило, обе команды забивают. И особенно гости. Гости, как правило, в первую очередь. Поэтому мы смотрим, что это заключительный матч-тур, и опять чего не хватает. Если мало побед гостей, здесь можно заиграть победу ПСЖ, но осторожно. Я не вижу здесь разгромной победы. Если ПСЖ здесь выиграет, 2-1, например, вот так вот. Значит, какие ставки здесь напрашиваются? Во-первых, фора на Сент-Этьен плюс 2. Сент-Этьен не должен прыгать больше двух мячей. Это первое. Второе. Сент-Этьен должен забивать. ПСЖ тоже должен забивать. Соответственно, больше двух. Как вариант, или обе забьют. Сразу смотрим, сколько дают на обе забьют. Так, на ОЗ дают 1,85. Шикарный коэффициент. Смотрим, сколько дают на 2 больше. 2 больше дают 1,20. Но они думают, что пассажир 4 гола забьют. Я в этом сомневаюсь, потому что... Конечно, уровень исполнителя у ПСЖ фантастический. Вот последний матч я смотрел, они играли и проигрывали какой-то команде. Сейчас я скажу, какой. И просто за 5 минут забили 3 гола. Монпелье это было, да. Монпелье открыл счет, и ПСЖ буквально перевернул игру. Ну, по-моему, у Монпелье было удаление, если я не ошибаюсь. Там штрафной тут же забивает Неймар, потом еще Неймар, потом еще там, в общем. Они все сделали за 5 минут. Они включили обороты, и они побежали. Вот, поэтому... Но! Я не думаю, что ПСЖ забьет больше 3 голов здесь. Вот, пока что я этого не вижу. Итак, Синтетьен дома в последних 5 не проигрывает. В последних 10 только 1 поражение отметится. Это уже звоночек. Крепкая команда, домашняя. Так, ПСЖ в гостях в последних 5 поражения от Дижона 4 матча назад и в остальные победы. Остальные тут победы. Причем во всех абсолютно играх ПСЖ забивал как минимум 1 гол. Вот в 3 матчах забивал по 1, голу в 3 забивал по 2 гола, забил 5, но это брюги в Лиге Чемпионов. Вот, поэтому ПСЖ, конечно, забивает. В гостях во всех матчах. А Синтетьен дома забивает из 10 в 7 матчах. Не забил в 3. Ну, не забил Генту в Лиге Европы. Монтелье не забил. И не забил Мецу. Вот, кстати, Мец и выиграл у... У кого выиграл Мец? Нет, ПСЖ проиграл Дижону. Так, и самое главное, мы смотрим, как Синтетьен играет дома с ПСЖ. Вот так они играют. 0-1 ПСЖ выиграет. Вот, то есть минимальная победа, то, о чем мы говорили. 1-1 упорная борьба. 0-5 это было в 2018 году. На кубок 1-3. И 0-2 это был 2016 год. Вот, поэтому здесь... Ну, все в рамках того, о чем мы с вами говорили. Небольшое преимущество здесь может быть ПСЖ, которое выразится максимум в победе в 2 мяча. Максимум. То есть, либо 2-0, либо 3-1. Но это максималка. Вот. Синтетьен должен забивать, ПСЖ должен забивать. На этом, пожалуй, все. 20 минут. Всего лишь 2 матча, ребят. Это очень-очень подробно. И обращайте внимание на составы команд перед тем, как сделать ставку. И на статистику тура. На статистику тура. Например, если вы хотите, что будет пенальти в этом матче, вот прямо в этом пенальти, значит, берите... Смотрите, были ли пенальти вообще. Если в туре ни одного пенальти не было, или удаление, то здесь удаление. И я пропустил еще такие ставки, как, например, значит, ПСЖ. Можно заиграть гол Неймара. Это первое, кто любит. Если не заходит на следующий матч. Или гол Мбаппе. Кто кому нравится. Или дубль. Дубль. То есть в этом матче будет дубль. Но это на любителя. И то же самое Реал Мадрид. Гол. Блин, забыл эту фамилию. Из Африки этот приехал. Араб. Не Хидир, а как его. Составов пока нет. Бензима, господи, блин. Вспомнил. Гол Бензима. Бензима сейчас в хорошей форме практически всегда забивает. То есть, ну это просто я предлагаю вам. Хотите ставьте, хотите нет. Просто некоторые любят. Вот Рональда забьют. Ну да, Рональда забивает. Вы знаете, Рональда всего 7 голов. Он на первом месте ему били. Там 16, что ли, наколотил он. Рональда сейчас там на 8-м, на 10-м месте среди бомбардиров. Ну, в нужный момент он включает обороты и спасает команду. Забивает нужные головы, понимаете. Важно не сколько ты голов забил, бомбардир. А важно, что ты на последней минуте команду спас от поражения или вырвал победу. Вот что важно. Вступаемая группа. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Всех с наступающим Новым годом. Пока.